Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Сегодня собираюсь вам показать простецкие тефтели, но с красивым названием. Кефтедес. Собственно говоря, кефтедес и переводится как тефтели, с греческого. В каждой национальной кухне есть свои характерные особенности, свои вкусы и свои сочетания. Но мне, например, крайне интересно готовить и потом пробовать одни и те же блюда, но приготовленные в традициях разных кухонь. Я вам уже показывал вот эти итальянские или вот эти вот среднеазиатские. Сегодня покажу вам греческие. И настоятельно вам советую попробовать и приготовить все показанные мной разновидности. Я, например, так до сих пор не могу решить, какие же из них мне нравятся больше. Итак, мне понадобится свиной фарш, сладкий лук, яйца, хлеб и... Короче, полный перечень продуктов и пропорции я всегда указываю в описании ролика. Заглядывайте вниз и смотрите. Сразу же залью хлеб молоком. Пусть пока напитывается. И очищаю и нарезаю чеснок. Особенно мельчить смысла нет. В кастрюльке разогреваю немного оливкового масла. И чеснок отправляю обжариваться буквально на одну минуту. Вот так, смотрите. Слегка-слегка он прижаривается. Масло его ароматом не пропиталось. И можно добавлять протертые томаты. И сразу же сюда пряности. Орегано, мускатный орех и корица. Чуть-чуть, буквально на кончике чайной ложки корицы. Корицы, столько же мускатного ореха. Орегано побольше. И немного ароматного насыщенного мясного бульона. Можно использовать загущенный бульон. Тот самый концентрированный, который я вам показывал. А можно свежесваренный. На ваш вкус. Соусу надо провариться хотя бы 20 минут. Впрочем, чем дольше, тем вкуснее будет. Ну а лук надо раздолбать в пыль. И я для этого воспользуюсь вот этим агрегатом. В принципе, можно натереть ее на терке или очень мелко вкрубить ножом. Как вам удобнее. И сюда же опять добавляю те же самые пряности. И ложку сухой мяты. Немного оливкового масла. Орегано. Корица. Даже поменьше, чем в первый раз. И мускатный орех. А для остроты добавлю вот такой вот острый перец. Он очень острый. Каенский. Мне говорили, что это не Каенский. Но на самом деле в Испании под наименованием Каенского продается всегда именно такой. Только семена надо удалить. Иначе слишком уж остро получится. Яйца сюда. И соль. Соль я кладу из расчета 15-17 граммов на килограмм фарша. И теперь измельчаю. Все-таки разнообразные кухни-гивайсы чрезвычайно облегчают труд на кухне. Главное, чтобы удобнее были. Ну, вот этого достаточно. А теперь все это надо смешать. Хлеб отожму. Ну, как получится. И к фаршу. И туда же луково-яичную смесь. А теперь пусть потрудится другой агрегат. Предваряя вопросы. Я уже расписывал все плюсы, так и минусы в обзоре этого агрегата. Вот сюда щелкайте, если вам это интересно, и смотрите. Я же, как вы видите, использую его чуть ли не в каждом втором рецепте. Ну, ладно, чуть ли не в каждом третьем. Похоже, вымешалось все. Дальше все стандартно. Лепим цивстри. Не крупные совсем. И, естественно, панирую муке. Панировка поможет при обжарке получить более мощную поджаристую корочку. И дело здесь не во внешнем виде, а в том, что эта корочка – это продукт реакции Майяра, которые дают тот самый вкус и аромат поджаренного мяса. И позже, при тушении тефтелей в соусе, эта корочка отдаст в соус свой обалденный аромат. И в таком вот духе, пока фарш не кончится. В сковородке разогрелось оливковое масло. Можно начинать обжарку. На данном этапе вовсе не надо доводить тефтели до полной готовности. Нет, зарумянились со всех сторон. И надо вытаскивать. Доходить до полной готовности они у нас будут в соусе. Вот смотрите, красивые, значит, вытаскиваем. И пусть пока полежат на бумажном полотенце. А я тем временем доведу соус до вкуса. Для начала надо попробовать. Что именно вам понадобится для создания букета ароматов, зависит от ваших томатов. Насколько они кислые, сладкие, острые. Я однозначно добавлю сахара и немного лимонного сока. В Греции вообще лимоны нежно любят. И таких лимонов, как там, я больше нигде и никогда не пробовал. Вот в этом выпуске, если пропустили, то челкайте, смотрите. Я рассказывал про свой опыт, про яхтенный опыт хождения по Ионическому морю, по греческим островам. Так вот, зашли мы, помнится, на Итаку. Пришвартовались и пошли искать ресторанчик. Последняя партия тефтелей обжарилась. Переложу их на бумажные полотенца, пусть пока масло впитывают. Так вот, искали мы, искали. И пришли в заведение, где из еды исключительно мясо на гриле. Но это не гриль, конечно, а если гриль, то и вертикальный. Представляете, стена такая слегка наклоненная, металлическая. Перед ней решетка, металлическая тоже. И пространство между ступной и решеткой заполнено раскаленными углями. А перед этой решеткой, сантиметров в 10, может в 15, горизонтально расположены огромные металлические вертела, наверное, метра по полтора в длину. И на них нанизано крупными кусками мяса. И мясо все разное. Такие куски с кулак, наверное, размером. Там и баранина, и птица, и говядина, и печень нелегкая. И все это перемежается кусочками сала. Эти куски очень плотно нанизаны на вертел, а сверху обмотаны, как веревкой, очень-очень плотно кишкой. Ну, такой же, в какой я набиваю колбасы. Представляете себе зрелище. Само заведение очень небольшое. Вот столы с посетителями, а вот эта стена. И на ней эти вертела крутятся, обжариваются. Сок сверхних на нижний капает. Запахи идут, голова кружится. И стоит перед этой стеной огромный грек, а рядом с ним ведро, в котором на четвертинке порезанные лимоны. Кстати, пора уже выложить тефтель в соус. И вот в этом уже обалденном вкусном соусе они дойдут до кондиции. Вот так. Сначала огонь посильнее, чтобы быстрее закипело все. А потом убавлю. И пусть оно медленно томится под крышкой. Минут 20 им хватит. Пахнет уже необразимо вкусно. Да, так вот. Стоит этот грек перед этой стеной мяса, берет лимон и широким жестом, выдавливая, разбрызгивает этот сок по мясу. Один за одним, без остановки. Выдавил, выбросил, следующий. Выдавил, выбросил, следующий. А лимоны там вообще сильно пахнут. Они там вообще как будто даже не такие кислые. Я их как апельсины ел. Может, это мне, конечно, и так и так повезло. Не знаю. Так вот, заказали бы там, естественно, мясо. Повар взял огромную чашку, снял этот огромный вертел, нарезал нам туда гору всякого разного мяса. И, опять же, из этого ядра берет эти лимоны и обильно-обильно его поливает. Потом посмотрел нас так внимательно. И положил еще несколько четвертиных лимона прямо в эту тарелку. Видимо, у нас морды лица слишком довольные были. Это было самое офигительное мясо на вертелах, которое я когда-либо ел, честное слово. Хотя нет, вру. Такое же офигительное мясо было на Корфу. Там его тоже на вертелах готовили, но там готовили баранов целиком. Но что касается мяса кусками, тот ресторанчик на Итаке рулит. Рассказываю вам сейчас. А у самой перед глазами стоит та стена мяса, и кажется даже, что запахи те ощущаю. Ладно, встретимся минут через 10-15. Ну вот, все и готово. Как же я это дело люблю и уважаю. Давайте уже сервировать и пробовать. Без всякого гарнира, потому что с этими рассказами о мясе хочу мясо. Вот такая красота получилась. Аромат корицы, мяты. Соус можно просто черпать ложкой. Будто снова вернулся на 10 лет назад. Мята, орегано, острота перца. Я еще утащу кусочек. Очень-очень удачное сочетание пряностей. Мускатный орех так вступает. Приготовьте это. Вам точно понравится. Да, напоминаю вам, что конкурс все еще идет и будет идти до 7 августа. Все условия конкурса прочитайте по ссылке. Я ее размещу в описании видео. Вкратце, там нужно селфи-фотки на греческую тему запостить в инстаграме с соответствующим хэштегом. Попробуйте. Чем черт не шутит? А вдруг выиграете поездку на двоих в Грецию? Я бы попробовал. Хорошо бы вам повезло, и вы попали бы в тот самый ресторанчик на Идаке. Мне бы там очень хотелось оказаться. Ну, еще кусочек утащу. Понравилось? Приготовьте это. Понравится еще больше. Под этим видео есть кнопка поделиться. Даже если сами соберетесь готовить, поделитесь с друзьями. Они приготовят и вас угостят. Профит. Спасибо за компанию. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!